В Владивостоке с 16 марта проходят трехдневные всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту. Именно здесь собрались 109 спортсменов из 12 команд, прибывших со всего Дальнего Востока, для того, чтобы побороться за главный трофей спортивного мероприятия – Кубок Тихого Океана. Рад видеть здесь столько прекрасно сложенных, молодых, здоровых парней, которые составляют гордость нашей сегодняшней нации и таких прекрасных спортивных девушек. Но особенностью и изюминкой вашего вида спорта, наверное, является тот факт, что те достижения, которые вы при занятиях этим видом и при участии в определенных соревнованиях достигаете, они впоследствии помогают спасать жизнь. Я не знаю другого такого вида спорта, где прямые ваши спортивные достижения могут помогать всем нам. Началось мероприятие с выноса флага России и знамени МЧС, а также торжественного построения под звуки государственного гимна. Далее в ходе дисциплины подъем по штурмовой лестнице спортсмены демонстрировали членам судейской коллегии силу, выдержку, скорость реакции, а также свои новые достижения в пожарно-спасательном спорте. Сегодня спортсмены соревнуются в дисциплине «штурмовая лестница». Данная дисциплина является одной из самых зрелищных в пожарно-спасательном спорте. Так, после стартового выстрела спортсмен со штурмовой лестницей в руке пробегает 32 метра до учебной башни и начинает взбираться на нее, закрепляя лестницу за оконный проем на каждом этаже. Финиш производится на последнем этаже, после того, как спортсмен наступит ногами на контактные пластины, расположенные на полу. Этот вид программы всегда протекает в упорной борьбе, и нередко победителей и призеров на финише разделяет считанные доли секунды. По итогам первого дня соревнований победителями среди мужчин стали Александр Сокольников и Виталий Жуков из Приморья, Никита Хижняк из Хабаровского края. Среди девушек призовые места заняли Кристина Соколова из Абайкальского края, Оксана Юсус из Приморья и Елизавета Кудрявцева из команды Дальневосточной пожарно-спасательной академии. В последующие два дня участникам предстоит преодолеть полосу препятствий и пройти двоеборье. Анна Дьякова, Екатерина Князева, Новости на Восьмом.